Православная Литургия, обновленческая и евангельская Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Сегодня такое делаю включение Первое на эту тему Такое больше анонсирую То, что буду проводить в дальнейшем Об этом семинаре Посвященной литургике Литургическому богословию Да Слава Богу Слава Иисусу Христу Нашему Господу, Богу Спасителю Дорогие друзья Всех вас приветствую, благоставляю именем Господнем Именем Иисуса Христа Сегодня перед вечерним эфиром Перед уже девятым таким вечером, девятой частью предпасхального нашего семинара Я решил сделать такое включение, пробное первое включение на эту тему Назвав ее, его православная литургия Обновленческая и евангельская И в скобочках РПЦХС Это аббревиатура Коротко как бы означает нашу церковь Реформаторскую Православную Церковь Христа Спасителя Архиеписком, в которой я являюсь И, значит, собираюсь об этом проводить занятия Такие встречи и с нашими священнослужителями И вообще, значит, вот такие прямые включения делать Прямые эфиры Вот, есть, в общем-то, достаточно много материалов Которые хотелось бы так вот огласить на этих таких наших встречах Да И сама литургия православная, она очень красивая, конечно В христианстве есть много разных направлений, разных течений, будем так говорить Очень много разных, будем так вот, ветвей в христианстве Но я считаю, что именно православная ветвь, будем так говорить Православная, вот в частности литургия, она наиболее красивая Наиболее вот такая прекрасная Эстетически, так душевно И, знаете, недаром, когда даже крещение Руси проходило То, значит, вот эти, будем так говорить, делегаты Послы, как бы, да, от Киева От князя Владимира, которые были в разных землях И смотрели На различного рода служения На различного рода такие, как бы, формы служения Которые были в разных уже тогда направлениях христианства, будем так говорить И я так подозреваю, что они смотрели тоже и в других землях В других религиях смотрели Их поклонение к Богу Вот, и послов князя Владимира Прелестила именно вот Вот эта красивость формы Самой служения Да настолько прелестила, что они когда Прибыли сюда, в Киев, они сказали князю Что, князь, мы не знаем, где вы были Мы были на земле или на небесах Вот так, вот так Все прекрасно вообще Ну, князь это, конечно Значит, все имел, конечно Будем так говорить, в виду Имел в виду Вот, значит, и, знаете Литургия сама, православная Она, вот я говорю, весьма красивая Но я сделал замечание В самом названии даже Православная литургия А дальше запятая И написал обновленческая и евангельская Дело в том, что В отличие от традиционной Православной литургии Которую, ну, обычно мы знаем, да В нашей церкви литургия Она обновленческая и евангельская Вот, что имею в виду Обновленчество – это движение Которое возникло еще сто лет тому назад Ну, почти сто лет назад Значит, и Да, сто лет назад оно, как бы, зарождалось И развивалось уже Как бы, фактически оно уже было Уже распространено хорошо А вот Юридически В 1923 году Это все образовалось Движение обновленческое Такое Православное Продолжателем Которого я себя по праву считаю И, в общем-то Даже считаю своей Почетной такой обязанностью Действительно Продолжать дело Обновленчество Лучшие традиции Обновленческой церкви Начало 20-го столетия Сегодня Развивать И нашей церкви Нашей церкви Это получается очень хорошо Слава Богу Учиться на ошибках Наших предшественников Слава Богу Так вот И один из уроков Обновленчества Начало 20-го столетия Сто лет тому назад Это как раз Служение Ну, реформы уже Некоторые в литургии Реформы в литургии Какие были? Реформы Именно Перевод текстов На понятные языки Отказ от Мертвого языка От старославянского языка И, в общем-то Начало Служения На понятном Людем языках Это как бы Давняя В общем-то Программа Давняя Как бы Нужда Еще Михаил Ломоносов Когда-то В 18-м столетии Он эти вопросы Поднимал Будем так говорить Вот Жалуюсь, что Служение Это для нас Непонятно И что славянский язык Старославянский Этот церковно-славянский Он непонятен Уже тогдашнему 18-го столетия Обывателю Был во многом И сам Михаил Ломоносов Он Своё духовное возрождение Он православный человек был Но своё духовное возрождение Перерождение Такое Знаете ли Он пережил Среди протестантов В протестантском мире Будучи В Германии В Европе Вот И даже женился На дочери Протестантского Лидера Служителя Церковного староста Насколько я понимаю Вот И сам Михаил Ломоносов Проповедовал Там Будучи студентом Как и все студенты По череде Делился Словом Божьим И конечно Он Конечно Завистью смотрел На сверстников Своих Там В Германии Которым Свыше Благодаря Реформации Европейской Тогдашней Ну как бы Дано было Знаете ли И слышать Слово Евангельское И читать Слово Библию Читать На понятном Им языке Немецком И Служение Понятное Простое Песни Понятные Доступные Это Конечно Не могло Не отразиться На Вот действительно Христианстве Самого Михаила Ломоносова И когда он Уже был Уже Снова В России К сожалению Еще Не мытый Россия Еще не омытый Словом Божьим Знаете ли Но он Взялся За это мытье Он взялся За это Омовение России Каким образом Стал переводить Шестопсалмы Некоторые другие Тексты Библейские Которые Читаются На Богослужениях На Русский Тогдашний Язык Восемнадцатого Столетия В такой Литературной Красивой Форме Такой Поэтической Предлагал Как раз Именно Служение На понятном Языке Но к сожалению Синод Ну Восстал против Забраковал Его переводы Хотя уже В девятнадцатом Веке Его переводы Признали Шедевром Российской Словесности Восемнадцатого Столетия То есть Дело не в плохих Переводах А дело было В плохих Иерархах Дело было В негодных Людях Которые Знаете ли И сами Не входили В царство Божие И другим Не позволяли Понимаете ли Собака Носение Знаете Вот так Собака Сама гавка И сама Не ест Вот так Вот И вот Такая Собака Носение Вот этот Сенод Священный Так называемый Это Была такая Болячка Весь Синодальный Период Фактически Русской Православной Церкви С самого Начала Восемнадцатого Столетия Весь Восемнадцатый Век Девятнадцатый Век И вот До начала Двадцатого Столетия До Времени Падения Царского Самодержавия Продолжался Этот Дурдом Такой Религиозный Просто Жалко Конечно Но Что было То было Вот Это Извращение Религиозное Знаете ли И вот Это Мракобесие Оно Сделало Возможно Впоследствии И Октябрьский Переворот И Революцию Гражданскую Войну И Большевизм Про Терей Александр Борисов Об этом Или же Книга Называется Еще Побелевшие Нивы Про Терей Этот Отец Александр Борисов Московский Про Терей Он Как раз И указал Что Мы Как церковь Мы Иерархия Мы Как организация Церковная Мы Породили Советский Союз Потеряв Святую Русь Породили Советский Союз Вот Дамы и Господа Братья и Сестры И Знаете Сама Литургия Наверное Одно из Новшеств Изменений Вот сто лет назад При Зарождении Обновленческого Движения Тогда в Колпино В Петрограде Колпино Сейчас это Пригород Петербурга Это даже не Пригород Это уже Город Он вошел В город Хотя Довольно странно Я в Колпино Бываю И там Допустим Заказываешь Что-то из города Написано По Питеру Доставка бесплатная Заказываешь А когда Говоришь Что в Колпино Говоришь Что в Колпино Доставка Они требуют Еще доплачивать Для них Это все равно Фактически Еще не город Хотя До Юры Уже Город Питер Но Именно в Колпино Зарождалось Православное Обновленчество И оно было Связано В то время В те годы В 20-е 10-е 20-е годы С именем Александра Боярского Дедушкой Михаила Боярского Артиста Театра кино Вика Кравчук Пишет Шалом 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 Виктория Я Поясняю Что я делаю Сейчас такой Пробное включение Планирую В эти дни Тоже Проводить занятия И так же Делать Такие прямые Трансляции Посвященные Богослужению Православному Богослужению Как таковому И вот В частности Литургии Обновленческой И евангельской Литургии В нашей церкви Есть литургии Вот здесь у меня Украинской мовы Литургия Но знаете В чем Наверное Вот как бы Важность Я сделал несколько Замечаний Во-первых В наших Литургиях Вот православных Обновленческих Литургиях Евангельских Литургиях Мы молимся Только лишь Господу Богу Вот тоже пишут Вопросы Допустим На e-mail Приходили вопросы И вот сегодня По мессенджеру Значит Что значит Фейсбук Что значит В чем Разница Служения Православного Допустим Вот такого Традиционного Как бы И православного Евангельского Служения Я сразу говорю Что мы молимся Только лишь Господу Богу Я нахожу это Правильным И как бы Единственное Ну верным Потому что И логично Это естественно Что мы должны Молиться только Лишь Господу Богу То есть У нас нет Обращения К Богородице К святым К другим Умершим К ангелам Хотя Есть Воспоминания Вот Как говорится Но Нет обращения К ним Обращения Только Господу Богу Всемогущему Вот И Сама литургия Она красива Но Знаете ли Требуется Почистить ее Будем договорить От Значит Всякого рода Таких Наслоений Всякого рода Окультных Наслоений Всякого рода Вот этого Оккультизма Многобожия Идолопоклонства Ну Как бы Самая большая беда Вот Наша православная беда Связанная С литургией Вообще С сослужением Вообще Как таковым Это Проблема Религиозного Культизма Здесь Чего греха таить Это наверное Самая такая Серьезная проблема И В Подготовке к литургии Я об этом Как раз и рассказывал Тоже Дело в том Что В традиционном Православии Литургия Если она Совершается То совершается На Как сказать А Литургию в 2001 году Смотрел Константин А Слава Богу Да Был такой опыт Литургии Знаете ли Да В 2001 году Еще В самом начале церкви Только-только Начинал с церкви Я даже не знал Как мы будем служить Вообще Вот Значит Братин сказал Говорю Давайте Послужим литургию Давайте попробуем Вот Но Все эти годы Я Большей частью Лично Мое служение Вот форма Служения Она Минимально Да Минимально Я значит Обрядовую сторону Да вот И Константин Пишет Что интересно Получилось Но так долго Вот И я ж про то И многие братья Тоже пожаловались И сестры Тоже подошли Говорят Пастор Очень долго Вот как бы Надо что-то делать Ну И само собой Родилась Вот Знаете ли Такое Вот нынешняя форма Это Сочетание Минимум Вообще Самый-самый Минимум Православного Традиционализма Больше Схожесть На допустим Классическое Песятническое Баптистское Иногда Харизматическое Служение Адвентистское То есть Протестантское Служение Протестантское Служение Как бы Здесь Знаете ли Я почему Обеими руками За протестантское Служение Потому что Здесь не ошибешься Как бы Здесь как бы Все уже Накатано Отработано Здесь уже Знаете ли Без всякого рода Бесовщина То есть Там нет Обращения Ни к святым Умершим Ни к ангелам Нет почитания Крестов Мощей Да кстати Вот о мощах Самая большая Оккультная проблема Литургии Православной То что совершается На мощах На костях Не у нас Но у нас нет И даже Константин Когда вы видели 2001 года Запись Да Старую Я сам ее Не так давно Нашел Только вот Мне Отец Сергий Наш Николаенко Сбросил Вот Так вот И что интересно Значит Знаете Я Ну не знаю Можно еще Анафору Василия Великого Читать Да Конечно Кстати Использовать Тексты И Василия Великого И Григория Богослова И Анна Златоустова И этих Каббадакийцев Стоит Тоже Я обеими руками За Но Надо внимательно Относиться Потому что Есть более поздние Вставки Во-первых Которые Скажу так Сомнительно Да и тексты Которые Древние Надо все-таки Сверять Со Словом Божьим И вот Я В этой Литургии Вот Которая Наши Литургии Есть То я Значит Стараюсь Действительно Ну Проследить Простудировать Допустим Допустим Пример Такой Но это Украинская Мова У меня сейчас Нет распечатки На русском языке Но Значит На русском Звучит так Допустим Вот Молитва Царю Небесный Кто утром Подключается В 6 утра Кстати Константин И Вика И все Кто подключился Значит В 6 утра По киевскому времени Подключайтесь Значит На Вот здесь На этом канале На утреннюю молитву Примерно Полчасика Совершаем И там Я Кратко Литургийные Что-то вставляю Обязательно Ну Сама Будем договориться На форах Сама Значит Молитва За хлеб Вино Значит И возношение Значит И молитва Да Вот Это я Минимум Совершаю И допустим Ну Что Кто рано встает Тому Бог дает Вот так вот Кто рано встает Тому Бог дает Вот И дает В первую очередь Хлеб жизни Хлеб живой Сходящий с небес Вот так вот Так что хотите Горяченький хлеб Прямо с пылу Жару То Пораньше Вставать Попозже Ложитесь Вернее Пораньше Ложитесь Вот Пораньше Вставать Вот Ну Можно Если что Можно в записи Посмотреть Будет Потом Вот Вот А в 6 вечера Вот сейчас Вот уже 5 часов Слушайте Да Ой Уже Да Уже пора готовиться К запланированному Заранее включению Это такое Непланированное включение Непланированное Раньше Ранее Так вот Значит В 6 часов вечера Я включаюсь В прямом эфире На предпасхальном Семинаре Будем так говорить Вот Но Не могу Не сказать Все-таки Пару слов о литургии И вот Пример такой приведу Там Благословен Бог наш Например Возглас Да Значит Или там Ну вот Молитва Царю небесный О Царю небесный Царю небесный Утешитель По-русски Утешитель Дух истины Ты которой Везде присутствуешь И все собой наполняешь Сокровищница благ И жизни подателю Вот этот момент Вот эта часть Первая часть Эта молитва Она прекрасна Она Я Ну Не нахожу в ней Ничего такого Еретического Как бы значит Она вполне библейски Евангельски Осмысленна Эта молитва И озвучена Но дальше Я Переделываю Вот таким образом Эту молитву Я говорю Ты пришел И вселился в нас И очистил нас От всякой скверной И ты спас Благой Души наши Вот чувствуете разницу Да Кто знает старый текст И новый текст Вот я их сейчас озвучил А старый текст Приди Вселись Нас Очисти Вот как бы знаете ли В чем кризис традиционного Литургического богословия Вообще литургии традиционной В чем самый главный кризис Что Извиняюсь Ой Слава Богу Ой Слава Богу Немного вот так вот Борюсь сейчас С немощами С немощами И с недугами Будь Да спасибо Будьмо Здоровы Вот Я же совершаю тоже Хлебопреломление Значит То уже Наверное Слег бы Совершаю хлебопреломление И этим держусь Сейчас вообще Вот просто Кровью Иисуса Христа Держусь Кто-то кровь Из носу держится А я Кровью Иисуса Христа Держусь Слава Богу Вот И в чем проблема Главная проблема Литургической Литургической Богословия Православного Современного Вообще И средневекового Тем более Оно в принципе Не менялось Помните Как Гоголь Николай Васильевич По этому поводу Говаривал Его размышления О божественной Литургии Кто читал Если Ну это Классика уже Жанра Так вот Гоголь Николай Васильевич Он говорил Что литургия У нас Превратилась В хорошо Отрепетированное Театральное Действие Вот так вот Я думаю Что Я Гоголя Еще буду читать Занятное Произведение Это совершенно верно Я думаю Что на Вот таких Последующих Включениях Я сделаю Расписание Вот этих Включений Эфиров И выставлю В социальной сети На фейсбуке Выставлю В других Социальных сетях У себя в блоге Выставлю информацию Это более подробно Чтобы Вы могли Подключаться Но Это Это я буду делать По вечерам Вот Однозначно Утром Это утренняя молитва В 6 утра В 6 вечера Как и планируется Это Значит Предпасхальный Семинар Вот Православной Литургии Материал Я буду делать Либо после Позже Поздно вечером Вот уже Значит Получается Либо Уже Ну В послепасхальное Время уже точно Будет больше Времени на это Вот так вот Пусть Бог Благоставит вас И Главнейшее Да Вот я назвал Проблему Что вот именно Как в театрализацию Да Шоу Такое шоу Вот Как бы Театральное действие Которое уже Расписано И Знаете ли Священники Как актеры И просто Изображают роль Конечно же Есть хорошие актеры Есть плохие актеры Значит Но все равно Это в театр Превращается Вот И беда в том Что Сам посыл Литургии Вот традиционный И вообще Всего богослужения Если брать Не нашу Такую Евангельскую Обновленческую Литургию А вот Такую Традиционалистскую Там посыл какой Там Прости Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй 30-40 лет Раз 40 раз подряд Совершается Господи Помилуй На каждом прошении Господи Помилуй Господи Помилуй И в принципе Ну скажу так Обыватель Значит Добросовестно Посещающий Богослужения Наш православный Христианин Вот Среднестатистический Он Чаще всего Эту молитву Слышит Поэтому Ну иногда Еще для разбавки Подай Господи Звучит Но в основном Господи Помилуй И Больше того Не просто Это молитва Господи Помилуй А вообще Все прошения Все Как бы молитвы Они так или иначе Вот вокруг Этого всего Крутятся Знаете ли И для человека Поэтому Вот обрести Вот понимание Библейское И евангельское Понимание спасения Ну Фактически невозможно Если он будет Ну добросовестным Прихожанином И будет проникаться Традиционной Православной Литургии Хотя Конечно же Бог находит Всегда души Людские Независимо от того В какой он конфессии Деноминации Даже при самой Отступнической форме Будем так говорить Религиозной Господь Ведет сердца Любящие Ищущие его Слава Богу Так вот Дамы и господа Братья и сестры Благословляю всех вас Вот Поделился Так коротко Вот этим Материалом Вот А Да А сейчас буду готовиться Уже к включению Там Значит На Здесь же Здесь же На этом же канале Но включение Уже посвященное Предпасхальному Семинару Так что до самой Пасхи Буду продолжать Эти семинары Начатые Сегодня уже Девятый вечер Посвященный Этой тематике Вот А потом Кстати планирую Сделать Прямое включение Тоже даст Бог Если все получится Технически Прямое включение Значит Пасхального Ночного Вот этого Служения Вот Мы сделаем Такое Все ночное Такое бдение Такое Святой ночи А какие труды По литургии Можно почитать Рекомендуемую Литературу Я целый список Составлял Уже Вот Я думаю Что тоже Выставлю как раз Вот значит В сети Кстати я рекомендую Вот из литургистов Ну Как бы Спорные Фигуры Но Тот же самый Александр Шмеман Допустим Да Мейндорф Вот как бы Их часто ругают Другие Хвалят Но как бы В принципе Они как бы На мой взгляд Продолжатели Дела В чем-то Продолжатели Дела Обновленчества Как раз Именно Вот Их заслуга Это из современных Как раз Авторов Тем более Очень Очень даже Хорошо Вот По литургическому Богословию Вот Ну Лекции покойного Не знаю Издавались ли они В печатном виде Значит Ну ладно Хорошо Вот Пусть Бог Благоставит вас всех Во имя Господа Иисуса Иисуса Шалом Мир всем Благоставляю Всех вас Во имя Иисуса Аллилуйя 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 Аминь. Да, слава Богу, сохраняется теперь это видео, вот, пусть Бог вас благоставит, братья и сестры, и хочу вот как раз, я уже трансляцию выключил уже, а теперь хочу тогда уже объявить тем, кто будет это видео смотреть, что можно финансово участвовать в моем служении Господу, пополняя номер мобильного телефона, вот, поэтому спасибо за молитвенную поддержку, духовную, душевную поддержку, но и финансовая, материальная поддержка тоже очень важна. Да, в Украине это номер Киевстар, запишите себе этот номер Киевстар обязательно, а если даже не в Украине, но если у вас в Украине есть знакомые, друзья, то передавайте им этот номер, чтобы они имели возможность, такую честь, возможность участвовать и финансово в моем служении Господу. Вот, пишите, да, 0,96, 96, еще раз, 2,66, 75, еще раз повторяю, 0,96, еще раз, 96, 2,66, 75, так, 0,96, 96, 2,66, 75, так, Так, а если вы в России или у вас есть знакомые, родственники в России, которые хотели бы тоже принять участие в финансовом моем служении, то пополняйте номер МТС, пишите, да, обязательно запишите, 915-780-48-74, еще раз повторяю, 915, это код, 780-48-74, 915-780-48-74, Вот так, ну, в принципе, под всеми этими видео есть информация более подробная, вот, вот так вот, белорусского номера пока у меня нету, я думаю, в ближайшее время сделаю номер белорусский, вот, при ближайшем, ближайшей поездке в Белоруссию, то же самое грузинского номера у меня нету, вот, хотя есть номера, в принципе, братьев, вот, Реваза, допустим, но я сделаю свой мобильный номер, значит, тоже в Грузии, чтобы можно было пополнять его и участвовать в служении моем Господу, там, Грузии, да, и молитесь, пожалуйста, об этой поездке, предстоящей на Кавказ, вот, служение на Кавказе, кстати, можно пополнять, чтобы участвовать в моем служении Господу, можно пополнять российский номер, пока, вот, именно российский номер можно пополнять, когда будет уже грузинский, то я уже его выставлю, вот, как-то так, слава Богу, пусть Бог благоставит вас, молитесь, друзья, вот, дело очень важное, святое, и по поводу литургии, я скажу, это очень важная тема, вообще, евангельского просвещения, и православная литургия, на самом деле, очень красивая, если действительно ее подать евангельски, библейски, истинном свете, это будет жемчужина, это будет драгоценность, просто вообще, в короне Иисуса, слава Богу. Да, ну что, благоставляю вас, остается полчаса, да, эфира, значит, предпасхального эфира, поэтому я выключаю, шалом, мир всем вам.